Друзья, мы у Лины и Виктора. Значит, что это? Это похоже на мочалку. Это мочалка, но она работает как резинка, снимает любую грязь, но она растворяется потом. Сама? Сама. То есть, ты ее просто водичкой намазываешь. Какого типа грязь она снимает? Все что угодно, грязь. Детскую обувь, подошву моет, все что угодно. И по чем вещь? 9 долларов коробочка, там 8, по-моему, таких вот мочалок. То есть, может, на код хватит там? Да. А как называется? Официальное название есть? Меджик эрейзер. Меджик эрейзер. Окей. Так, Светочка, а ты что там делаешь? Я делаю мяско, которое мы сварили дома. Да ты что, это мяско чье? Это мяско наше. Как наше? Прямо так, тестерский бифштекс? Нет, это говяжий, этот самый шанг. А, это шанг, окей. Хорошо. Так, Виктор пришел. Виктор, значит, давно нам говорили, что где же Виктор и почему он ничего полезного больше не рассказывает. Вот, сейчас он расскажет нам полезное, а я, чтобы подготовиться к этому процессу. Не надо, это, друзья, клубнички, то, что вы видите на столе. Так, а это? Вот, пару дней назад. Значок Chrome стоит. Вот, значок. По-русски Chrome, по-английски Chrome. Chrome. И делает его некая компания Acer. Ну, есть такая. А Chrome делает Google, который у нас здесь можно сказать за углом. Да, это наша дворовая компания. Да, браузер, которым смотреть. А потом под весь этот браузер сделал вот такой лэптоп. Он очень интересный лэптоп, потому что... Это, то есть, вот, подойди, ты мог завести маковский лэптоп, ты мог себе сделать... Да, а это сейчас очень модно, популярно, красиво. А это модно? Это модно. То есть, продажи растут? Продажи растут, потому что он сравнительно дешевый. Например. А дешевый он потому, что в нем маленькие процессоры работают. Ну, сколько дешевый? Ну, вот этот обошелся 400 долларов со всеми делами. То есть, 350 долларов он стоит. Они зависят от размера экрана. Есть побольше. Как это, как лэптоп. Так. Во-первых, он очень быстро запускается. Если Windows запускается, он там конца не дождешься, пока он раскрутится. Да. То есть, Chrome это его операционная система. Chrome это его операционная система. Он запускается почти как... Ну, телевизор. Ты кнопку нажимаешь, ну, вот сколько-то там у него какие-то секунды проходит, а после этого он запускается. Первое и главное, он вообще считается, что это браузер. Браузер тоже Chrome. И на каком-нибудь сейчас сайте, например, я покажу просто, чтобы было видно resolution, как бы это показать. Это решение. Надо как-то повернуть. Давайте я с той стороны зайду. Сейчас, секундочку. Вот, я зайду с этой стороны, чтобы не отсвечивало. Вот, например, у нас вышел новый Ягуар, например, сегодня. Это Ягуар такой? Ага, SUV. Как-то бочонком, бочонком. Два дня назад я его увидел на дороге, заодно подумал. Вот где Егоры. Что-то надо нажимать, чтобы посмотреть. А, вот он крутится, да. Вот. Или там куда-то нажимаешь. Это как бы обычный браузер. Да. Вот. То есть браузер как бы операционная система. Да. Он как бы немножко этот браузер делает больше, чем как бы положено. Потому что, если я, например, открываю... Вот, например, вот я выхожу в файл. Да. И открываю какой-то файл, который... письмо. Он открывается не в Word. А в чем? А он открывается в том же браузере. И появляется текст. Действительно. Он его там что-то превращает как-то. Потому что это майкрософтский формат, он должен его как-то преобразовать. И он превращается в текст. И чтобы просто понять... Интересный такой фичер у него есть. Вот покажи, вот где мои пальцы. Вот есть такой вещь. Дабл клик. Он, на самом деле, райт клик двумя пальцами. И выскакивают всякие такие сменюшки. Правое меню. А если... Двумя пальцами я не знаю, чтобы кто-нибудь это делал. Ну-ка, давай, давай. Еще раз показываю. Вот, видишь, на экране ничего нет. Вот это текст, да? Нету на экране, да. Вот я двумя пальцами кликаю. И появляется contextual menu. Да. Это такой немножко... Это, знаете, как говорил Сталин, это будет посильнее Фауста Гёте. А Виви? Так. Это такой вот интересный момент. Я могу захотеть, например... А где книжки у нас? Показать. Нет, Витя, давай вот что. Вот у него процессор как бы не сильный, да? Процессор у него очень слабенький. По сравнению с тем, что Windows гонит, он, там, не знаю, в 10 раз слабее. Но он при этом быстро работает. Ну, ты видишь, вот как он работает? Да. Вот дай я тебе открою еще что-нибудь. Вот, например, мои лекции, которые я читаю в UCSC. University of California in Santa Cruz. Да. Где мы как раз сейчас находимся, а в мае начинаю новый цикл лекций. Так. Я, например, хочу какой-то слайд открыть. То есть, когда люди все отдыхают, ты новый класс лекций. Да, я читаю лекции, да. Но слайды, они... Естественно, слайды майкрософтовские, но они открываются вот в этом браузере. Он делает преобразование вот так вот сходу. Ой, смотри, какая красота. Ну, подожди, а редактировать-то можно тоже? Редактировать можно, но это нужно добавить экстеншн. Я понял. А к нему софтвер какой-то продается или вот все, что есть, то есть и все? Он не продается, он в основном бесплатно даунлодуется. Покажу, например, пример для того, что софтвер, вот это я минивайс сейчас. То есть, весь софтвер, это экстеншн, это расширение к браузере? Не обязательно. В основном, да, но есть вот, например, совершенно независимая вещь, например, вот такая читалка. Не можно копить водичку? Читалка это что? Вот, например, читалка. Так, ридер. Для специалистов они сразу сообразят, что это Де Мюсси написал. Это ИПАБ формат. Питилех читается сравнительно легко. ИПАБ, конечно. Вот я его вот так вот смотрю, я его там перелистываю направо, налево. Погоди, но это обычно только обычный нутоп. Вот какие-то вот тут вот есть, Альфред Де Мюсси, вот такая книжка. А вот теперь посмотри, что еще делается. Так. Я его беру. Да. Вот так. И теперь у меня клавиатура как бы исчезла. И появляется, вот я его вот так вот смотрю. Это прям как ридер. И появляется там какой-нибудь амазоновский. Да, это ТЭБ. ТЭБ. А можно, я извиняюсь, его так? Это не будет работать. Это надо или вставить что-то, или что-то добавить в этот ридер, я не знаю. Это немножко в другом месте, на самом деле. Тут есть сеттинг всякий. Понял, понял. У меня, я хочу, чтобы у меня был такой кремовый. Но это реально, они много продают этого или? Сейчас Chromebooks стали более популярны, чем Macbooks. Я думаю, это откуда слово взялось. Да. Макинтош делает Macbooks. Да. Но они довольно дорогие и скокусные. А сейчас Chromebooks вышли перед ним. Вообще, они уже какое-то время существуют, эти Chromebooks. Года два уже, наверное, они существуют. Но вот популярность они стали приобретать только сейчас. Ну что же. Samsung делает новые, вот. Одну уже сделал, один собирается. Android, да. Это отдельная история. Ну да, да. У них есть applications для Android, все, что на Android телефоне. Телефон я, наверное, не буду сейчас показывать. Они здесь тоже могут работать на этой штуковине. Угу. То есть у него есть для Chrome applications, для Android. А Macbook тоже поддерживает, да? Вот то, что на телефоне. Macbook там очень сам по себе. Macbook поддерживает то, что iPhone. Да. С iPhone берет. Они там как-то связаны между собой. Ну что же. Хорошо. iPhone, iPad и вот это. Но это что-то совершенно, для меня это совершенно новая вот такая вот штуковина. Так. Светочка, иди сюда. Нам нужно закончить сюжет на высокой ноте. На высокой ноте. Нет, нет. Иди сюда. Смотрите, хлебушек из гелсбейкера. Хлебушек из хорошей бейкере. Светочка, пару слов про рыбку. Рыбка изумительная. Домашнего горячего копчения. Света лично коптила. Подожди. Что за рыбка, скажи, фамилия? Траут. Как это у нас? Форель. Форель. Рыбка форель. И вот там говяжий шенг. Как шенг по-русски? Виктор, шенг. Говяжина, я не знаю. Холодная говядина? Нет, нет, шенг. Ну, не важно, друзья. В общем, вы видите... А вот покажи вот такую вот редкую вещь. Да, вот это... Это к нам не относится. Да, ирландский виски. Так. С очень хорошим рейтингом. Весь в медалях. Весь в медалях. Как породистый бульдог. Да, это вот в местном супермаркете не купишь. Это надо знать. Так. Откуда пришла вещь? Может быть, с интернета? Она не с интернета пришла. Она пришла из магазина, который называется Total Wine. Где вообще там этих виски сотни-две, наверное. Ну, надо знать, что ты хочешь. Понял, понял. Это именно специально. Друзья, но это самое трудное. Когда хочешь сразу все, очень трудно знать, что ты хочешь конкретно. Мудрое слово. Вот. Что же мы... Не первый год под луной, так сказать. Ну, ладно. Все, друзья, на этой красивой картинке мы с вами расстаемся.